Здравствуйте, я Александр Герасименко. В этом видео я расскажу вам историю. Если вы себя в этой истории узнаете, она имеет потенциал заменить кому-то жизнь. Мы ехали в машине полчаса назад. Я, рядом моя жена Ирина, и на заднем сиденье моя дочка Сашка. Сашке сейчас 4 года. И Сашка внезапно проголодалась. Если у вас нет своих детей, либо ваши дети уже выросли, я напомню вам, дети в этом возрасте никогда не скажут вам, что они голодные. Они просто начнут капризничать, и по их капризам родители понимают, что ребенок проголодался. Тревога сзади раздалась, я приезжаю сюда, в Макдональдс. Да, я записываю это видео в Макдональдс. Мы становимся в очередь, и Сашка разговаривала с женщиной, которая стояла позади нас. Делал наш заказ, и работница Макдональдса звучит нам цифру. С вас 587 рублей. И вот тут женщина, с которой Сашка разговаривала, говорит вслух, ой, как дорого. На этом месте история заканчивается, и начинаются выводы. И дело даже не в том, что называть Макдональдс дорогим, это абсурдно. Я даже допускаю, что кому-то 500 рублей кажется дорого, а кто-то бы сказал, что еда в Макдональдсе могла бы стоить дешевле. Ладно, дело в другом. Дело в том, какие эмоции она в эту фразу вложила. Если перевести, ой, как дорого, с языка эмоции на язык информации, это бы звучало, как они могут так поступать. Я бы никогда такого не сделала. Но приходят сразу два понятия. Первое понятие – это слово «принципы». Мы не можем отвергать принципы ведения успешного бизнеса и построить успешный бизнес сами. В Гарвардской школе бизнеса учеников обучают. Если вы хотите построить успешный бизнес, и они строят в течении обучения, найдите компанию лидера отрасли и моделируйте их поведение. Моделируйте означает, списывайте, копируйте то, что они делают. Потому что то, что они делают, делают их успешными. О каком моделировании поведения может идти речь, если мы не можем даже моделировать принципы? Второе понятие, которое приходит на ум – это роль. Смотрите, на каждую ситуацию можно посмотреть с разных сторон. Но каждая дельная сторона – это роль. В этой ситуации, ой, как дорого, мы можем взять на себя роль жертвы потребителя и думать, как много с нас пытаются содрать денег. А можем взять на себя роль владельца бизнеса победителя и учиться у этого бизнеса. Я не знаю финансовой ситуации этой женщины, но могу предположить, что ее финансы поют романсы громче, чем Николай Басков поет в своей песне. Не потому, что нет 500 рублей, а потому, что она отвергает принципы ведения успешного бизнеса, выбирает роль жертвы. Роль жертвы приводит нас к жалости. И жалость никого еще к успеху не приводила. Чувство уважения приводит к успеху. А уважение – это роль победителя, роль владельца бизнеса. Если вы когда-то столкнетесь с бизнесом, который очень успешен, Макдонуц – это успешный бизнес, стоит большей очереди, здесь много людей, и этот бизнес, по вашему мнению, берет с вас много денег, то не говорите себе «Ой, как дорого!», скажите себе «Ух ты, как дорого!» и учитесь у этого бизнеса. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи!